Я буду проповедовать сегодня на тему «Жизнь в силе Духа Святого» или «Что имею, то даю». Жизнь в силе Духа Святого. И первое место, которое я хочу читать, это 1 Коринфянам 14, 26. Там написано так. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие добудет к назиданию. Оператор, вы можете следовать за мной. Обратите внимание, братья и сестры, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть. И если это есть, значит, будет польза, будет назидание. Какое это благословение? Очень трудно, например, одному человеку накормить 300 человек. Особенно, если это надо делать каждое воскресенье. Но если 300 что-то приносят, то у них еще и для других останется. В этом благословение Церкви Христовой. Я, как бы сказать, находясь среди вас, сейчас вспоминаю Запорожье. И я помню, как у нас были вот такие собрания, небольшие, но мы сходились. И прежде, чем начать собрание, я говорю так, братья, в Библии написано, у каждого из вас есть, кто имеет слово, говорите к народу. Очень интересные были собрания. Предложил. И было так сидим, а никто не выходит. Я снова говорю, кто имеет слово, говорите к народу. Интересно, если опять никто не движется, люди начинают молиться. Но потом, если кто-то выходил, он был весь в огне Святого Духа. Я это помню, и сейчас я просто, мы сожалеем, что иногда у нас как бы даже таких возможностей нет. У нас собирается там не 50, не 100, а может быть 300, 500 человек. Но это актуально для наших дней. Почему? Потому что если есть, то это есть. А если нет, то мы должны к этому стремиться. Написано, все сие добудет, что к назиданию. Что это значит? Все определяется пользой и назиданием. Есть назидание. Значит, есть польза, есть благословение. И люди ради этого идут в церковь, чтобы получить какую-то помощь, назидание или пользу. Поэтому очень хочется, чтобы Бог в нашей жизни действовал в своей благодати и в своих дарах. Аминь. Интересно заметить, что кто чем богат, тот тем и делится. Расскажу вам одну историю. Жили два соседа, но один другому завидовал. И представьте себе, он не знал уже, у него дом был лучше, машина была лучше, работа, все было лучше. Он не знал, как ему сделать больно. И однажды этот сосед, хороший сосед, проснулся утром, выходит на крыльцо, а там мусор рассыпан, помои стоит, такой запах неприятный. И он сразу понял, кто это сделал. А у него было такое хорошее настроение. Он говорит, мусор убрал это, вылил эти помои, помыл ведро, насобила корзину яблок и пошел к соседу. И когда он пришел к этому соседу и постучал, тот, который это все сделал, говорит, ну, наконец, я ее достал. И он вышел на крыльцо, надеясь, что сейчас будет серьезный разговор, крупные разборки. Открывает, этот стоит с корзиной яблок. Тот и до речи потерял. А этот говорит, кто чем богат, тот тем и делится. И это правда. Жалко, что вы не видите картинку. Так вначале братья хорошо показывали, но где-то картинка исчезла. Кто чем богат, еще раз повторяю, тот тем и делится. Например, вот, например, ну, кому из нас нравятся, ну, недовольные люди? Кому не нравятся? Мало кому. Но они этим делятся. Они этим делятся. Поэтому, если Библия говорит, что у каждого из вас есть, это не значит, что у нас ничего нет. У нас есть что-то. Но служит ли это благословением и пользой? Вот в чем вопрос. То, что предлагает нам Бог, это все определяется действительно благословением и пользой. поэтому я просто вас вдохновляю так жить. Братья мои, моя тема, что имею, то даю. Хорошо. Идем мы дальше. Мы можем дать только тот, что, или тем, кого мы любим. Вы согласны с этим или нет? Мы можем дать любому человеку. Но если говорить о серьезном даянии, то мы можем дать только тем, кого мы любим. Или что мы любим. Вот один как бы человек как-то пристал ко мне на Украине. Говорит, купи у меня бритву на базаре, на рынке. Я говорю, мне не надо. Говорит, ну купи новое, хорошее. Говорит, все равно у меня своя есть. Он говорит, слушай, ну дай мне там хоть пять гривней, рубля. Я говорю, там мне не надо. А он, ну не отстает. Я говорю, а что ты хочешь так дешево продать? Он говорит, вот выпить хочется. И он готов ее за бесценок. Почему? Потому что он любит это. И он готов отдать ради этого все. Мы можем дать тем, кого мы любим. Причем дать много, и нам этого не жалко. Потому что для любимого что? Ничего не жалко. Можно идти дальше за мной, братья. И так, самый драгоценный подарок. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Почему Бог отдал? Потому что полюбил. Мы можем дать тем, кого мы действительно любим. И в Библии написано, тот, который Сына Свою не пощадил, как не дарует нам и всего. Уважаемые христиане, чтобы пойти спасать других, погибающий мир, надо их любить. Чтобы служить детям, надо их что? Любить. Мы можем это делать, но иначе служение наше успешным и долговременным не будет. Но если мы любим, послушайте, Он отдал все. Он отдал самое дорогое. Он отдал Своего Единственного Сына. И мы должны подражать Ему. Следующая моя мысль, мы можем дать только то, что мы имеем. Библия говорит, когда мы сходимся, у каждого из нас есть. И если бы это было, служения наши были бы совершенно что? Другими. Послушайте, это основное мое местописание Диапния Апостолов 3 глава. Здесь написано так. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромочерева матери его, который носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить молостыни у входящих в храм. Очень такая удивительная история. В то время в Иерусалиме жило около 50 тысяч человек и около 5 тысяч было хромых и больных. И вот этот один из них, счастливчик, он сидел в самом таком хорошем месте, надеясь на получение милостыни. И он ее получал. Но что-то произошло в один момент, когда в этом направлении шли Петр и Иоанн, как здесь мы читаем в час молитвы 9. Размышляя над этим словом, я хочу ответить на один вопрос. Как мы можем жить в силе Святого Духа? Как мы можем жить в силе Святого Духа и служить? Проповедники, братья и сестры, это те люди, которые дают направление. Пойдем мы в этом направлении или нет? Это выбор наш. Я хочу только единственное сказать, что одно дело слышать, а другое услышать. Услышал только тот, кто будет это все делать. Все мы желаем жить в силе Святого Духа, так или нет? Но чтобы это достичь, есть путь. И я вам предлагаю несколько важных моментов. Вы видите здесь молитвенный час. Петр и Иоанн шли вместе в храм, час молитвы 9. Что это значит для нас? Первое, что вы должны знать, это три часа дня в той местности. Это время жары и сна. Когда люди просто отдыхали в то время. Я знаю многие молитвенные собрания. Они проходят в церквях в разное время. Но я еще не видел такой молитвы на три часа дня. Вот обед бывает. И не это главное, а главная моя мысль, что они имели этот молитвенный что? Час. И благодаря тому, что они имели, они несли людям исцеление, благословение и жизнь. То есть, невозможно побеждать и жить, невозможно преуспевать в служении без молитвы и без серьезного общения с Богом. Причем здесь надо время и постоянство. Вы видите, здесь интересный момент. Я хочу вам сказать искренне, что это было моим годичным посланием к церкви, где я служу. Я это говорю себе, я это говорю своим людям, я это говорю вам. Смотрите, молитвенный час, молитвенная комната, молитвенная жизнь. Вы можете просто задать себе вопрос, есть ли у вас этот молитвенный час? Студенты, которые приходят здесь, они постоянно свидетельствуют мне и нам, что лучшее время, которое они имели, это полчаса наедине с Богом. Оказывается, даже полчаса, оно может определяющим быть в жизни любого человека. Хочу сказать вам честно, для всех христиан самое трудное в жизни найти вот этот молитвенный час. Я сам над этим работаю и я знаю, как это все непросто. Кажется, все успеваешь, все пытаешься сделать, но есть ли у тебя молитвенный час? Да, мы хотим видеть те чудеса, которые были в то время, но если мы хотим видеть то, что в свое время делали Петр и Иоанн, мы должны здесь чему-то научиться. Я хочу вам сказать, что молитвенная комната – это то место, где рождаются победители. Аллилуйя! Есть ли у меня молитвенное личное время? И я хочу сказать единственное, что лучшее, как вы можете это время иметь? Это время с утра. Когда вы сами решите, но в течение дня потом найти это время вам будет очень трудно. Молитвенная комната – это где человек уединяется для общения с Богом. И в конце концов, молитвенная жизнь – это когда человек дышит молитвой, когда молитва вырывается у него снутри, когда молитва течет к престолу Божьей благодати. Показатель моей любви к Богу, послушайте меня, как можно узнать, насколько я люблю Бога? Показатель есть очень простой. Если я нахожу время для Него, значит, я люблю Бога. Не нахожу, значит, моя любовь остыла. Почему? Потому что в Америке мы заняты. Нам трудно находить время для подобных вещей. Но тем не менее у меня есть утешение. Здесь люди женятся, выходят замуж. Да или нет? Я иногда спрашиваю любимых, как вы находите время? Как вы успеваете? А не, пастор, так мы же любим. Поэтому человек, если любит, любое занятие или человека, он найдет время для любимых. Я просто вас вдохновляю, братья и сестры. Жизнь идет очень быстро. Жизнь усложняется с каждым днем. Но если мы найдем время для Бога во время благоприятное, то во время трудностей он найдет время для нас. Помощь будет своевременно, если мы во время благоприятное ищем Бога. Только молитва, она дает ускорение. И то, что ты можешь делать в течение недели, с Божьей помощью, ты можешь сделать за один час. То есть присутствие Божие, оно приносит колоссальный результат. И мы должны к этому стремиться. Только молитва, она способна приготовить сердца слушателей к принятию Слова Божия. Вот почему апостолы говорили так. А мы, как написано, а мы постоянно пребудем в молитве и в служении, что? Слово. Все. А мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова. Итак, молитвенный час, молитвенная комната, молитвенная жизнь. Чепидеш, будешь ли это делать или нет? Все зависит от нас. Прими решение сегодня сказать Господь, я хочу, я буду это делать, я попробую, помоги мне. И пусть во всех обильно благословит Бог. Следующая мысль моя, которую я хочу, чтобы вы услышали. Кому лучше давать и служить? В первую очередь, безусловно, тому, кто в нужде. Чем мы ближе к Богу, тем мы будем ближе к людям. Основной стих. Человек, просящий милостыню. И был человек хромой чрева матери, который носили и сажали каждый день у двери храма, называясь красными, просить милостыню входящего в храм. Послушайте, путь к Богу начинается с сознания нашей духовной нищеты. Кому лучше давать? Тем, кто в нужде. Вы согласны или нет? Это одна из причин, например, почему мы едем на Кубу. Мы можем служить своим людям, и мы служим. Но эти служения радикально отличаются одни от других. Потому что служение, оно эффективно только там и тем людям, которые в нужде. То есть, если, например, у человека миллион долларов, а вы дадите ему 100 долларов, он скажет вам спасибо. Но радости будет немного. Но если у человека ничего за душой или очень мало, вы дадите 100 долларов, результаты будут необыкновенные. Вы меня слышите? Я всегда руководствуюсь таким правилом, где трудно дышится, где горе слышится, будь первый там. То есть, другими словами, приди к человеку на помощь в трудное время. И он будет помнить тебя всю оставшуюся жизнь. Всегда есть место для подвига. Но мы должны не просто служить, а искать возможности, кому послужить и как, чтобы результаты были благословенны для тебя и для других. Вот смотрите, чем, например, отличаются кубинцы от наших людей? Когда мы приехали, к ним начали проповедовать об Иисусе. Это были люди неверующие. Мы сняли музей. Служение было евангензационное два часа. Причем, в конце, чай попили еще. И нас попросили освободить зал. И когда нас попросили освободить зал, люди сошлись на улице и говорят, не оставляйте нас, не уезжайте. Говорю, а как, мы на улице? Говорят, не уезжайте. И плачут. И одна кубинка говорит, поехали ко мне домой. А чем ехать? Транспорта нет. Был автобус на 16-местной. Туда набивается 32 человека. Водитель говорит, я отказываюсь ехать, он рассыпется. Я говорю, доедет. И вот смотрите, несколько рейсов делаем на дом. Собирается толпа с малыми детьми на руках. Неверующие люди, они слушали нас до полдвенадцатого. Люди каялись на дому. Люди рыдали от счастья. Жажда. Служите тем, где люди испытывают жажду и нужду. Это невероятное благословение. Сейчас, друзья мои, я вот только возвратился с Кубы. Неделю побыл дома и на антибиотиках поехал в поездку. Но то, что происходит там, это вот эту картинку, которую вы видели. Три раза забирали в полицию только за ту поездку. Но когда мы приехали в аэропорт, один из моей команды, человек, брат, сказал так, Виталий, если нас в аэропорту арестуют, я согласен. А у него дома жена и дети. Я думаю, это же надо что-то было пережить за две недели, чтобы уже готовым быть остаться там. Навсегда. Жажда. Служение. Когда вот сейчас люди, которые принимали крещение, вот вы видели армянку. Вот в последний раз я был там, уже ее сын принял крещение. Вы видели там молодого человека, который принимал крещение. Братья и сестры, сегодня они уже поженились, и это брак, первый брак на Кубе. Среди русскоговорящих. Невеста, родители ее русские, и жених на Кубе. Аллилуйя. Уже дети, родители, они в этот раз принимали крещение. А одну вещь я вам просто скажу, что когда мы приехали после урагана крестить этих людей, то мы взяли ЗИЛ-130, погрузили на кузов этих людей, и чтобы доехать до океана, надо было стягивать деревья, потому что разрушения были огромные. И самое удивительное, когда мы приехали уже на океан, оказывается, там толпа людей стоит, которые желают купаться, а их в воду не пускают, потому что бич закрыли после урагана. Так как погибли рыбы и птицы, то чтобы избежать всяких инфекций, просто ее закрыли. И везде стоит полиция, а люди, погода прекрасная, ждут, когда они дадут добро, а никому не разрешают. И тут, вот представьте, какое чудо совершает Бог. Значит, я одной кубинке говорю, спроси у полица, можно мы покрестим людей? Она подходит и говорит, можно мы покрестим людей? А он так, купание запрещено. А она говорит ему, ну мы не купаться, мы креститься. А он говорит, ну ладно, креститесь. И вот смотрите, вот люди стоят, как будто их специально собрали, как зрители на футбольный матч. Они хотят в воду, их в воду не пускают. А вот эти немногие в белых халатах, один за другим шли в воду. И там был слышен голос победы, они кричали, аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу! Это то, что Бог делает в наши дни. Поэтому я благословляю вас, братья мои, сестры, служите. Все это связано с большими жертвами. Но если вы хотите, чтобы ваше служение было более эффективным, где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там. Следующая моя мысль на основании вот этого текста отображайте Христа в вашей жизни. Смотрите, как написано. Взгляни на нас. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. Вот представьте себе, если бы к вам приехал такой проповедник, например, встал вот здесь и сказал, братья и сестры, посмотрите на меня. Вы знаете, что наши бы люди сказали, славяне, они простые, они сказали, ну еще таких проповедников у нас не было. Слава Богу! Но эти вот удивительные два человека взгляни на нас. Какой здесь секрет я нахожу для себя? Посмотри на нас. Люди даже, когда приходили к Иисусу, там к Иоанну, задавали вопросы, помните, я говорю, пойди и посмотри. Пойди и посмотри, если ты в чем-то сомневаешься. То есть вот взгляни на нас. Что я хочу этим всем сказать? Братья и сестры, запомните. Люди больше доверяют тому, что они видят, нежели тому, что они слышат. И прежде, чем нас слушать, люди что делают? Смотрят на нас. И смотрят на нас внимательно. Почему смотрят? Потому что они видят, желают нас видеть и Иисуса. И если Он отображается в нас, значит, мы на правильном пути к цели. В этом, братья и сестры, я вижу огромное благословение. Успех благовестия зависит от силы, отображения Бога в нашей жизни. Послушайте внимательно. Смотрите, как написано. И смирится народ мой, и будут что? Молиться. И что там было дальше? И я услышу с неба, исцелю их землю. Так, братья, или нет? Так вот, смотрите. Есть люди, которые не молятся или мало молятся. Но есть христиане, которые молятся немало. Слава Богу. Но они не смиряются. Запомните это. Написано, молятся даже, просят, чтобы дерзкую рукою молятся, чтобы превозноситься пред другими. Но это не работает. И смирится народ мой, и будут молиться. Вот когда идет пострясение, например, в любой нации, то люди уже не смотрят, кто, откуда, кто ты, какой ты. Они смиренные. Они объединяются в молитве, и Бог делает невероятные вещи и результат. Поэтому, друзья мои, интересно заметить для всех нас, мы не можем спасать, но мы можем светиться изнутри, чтобы люди, которые соприкасаются с нами, задавали нам вопросы, а мы восполняли их нужды. Пример из практической жизни, чтобы вы поняли, о чем я хочу вам сказать. Это было во время гонений в Советском Союзе. Один человек, работая токарем, был хорошим христианином и работал в цеху. А люди, с которыми он соприкасался в цеху, они хорошо знали ее и знали ее с хорошей стороны. Он им говорил о Христе. И однажды они дали клятву. Дали клятву. Ни один, ни два, и ни три человека. И согласились. Вот мы вот эти, в течение недели, будем этого человека всячески провоцировать, доставать, делать ему больно, неприятности, чтобы посмотреть на ее реакцию. И если он будет себя вести хорошо, мы все идем в его церковь. они дали клятву. И вот он, говорит, он пришел на работу, ничего не зная, не подозревая, встал на свое рабочее место и тихонечко поет псалмы. А вот эти люди, они, говоришь, тот толкнул, тот пошутил, тот пошел в начальство, что-то на него наговорил. и так, говорит, с каждым днем все больше и больше давления. Проходит день за днями, а он стоит совершенно спокоен. И вот, когда наступил последний день, они уже заволновались, потому что они пообещали. И они согласились атаковать этого человека максимально. Что они только не творили, но в какой-то момент, это уже была вторая половина дня, он уже, когда его в очередной раз спровоцировали, он сказал такие слова, в конце концов, когда это все прекратится. Они молча отошли, переговорили между собой, оставили его в покое, больше его не трогали. А всю эту историю рассказали ему через неделю или через месяц. И вот этот брат, христианин, вы даже не представляете его состояние, как ему было жалко и этих людей, и самого себя, и что так случилось. Посмотри на нас. Люди смотрят на нас не только, когда мы в собрание приходим. А люди смотрят на нас в повседневной жизни. Люди внимательно смотрят на нас, когда мы идем под давлением, как мы себя ведем. И что мы говорим? Взгляни на нас. И не хотят видеть Иисуса. Не так ли, братья и сестры? Наше христианство должно отображаться в нашей каждодневной жизни. Я молодежи говорю так, чтобы узнать человека, надо ее достать. Я им объясняю, как можно достать человека. Один говорит, я встречался с сестрой три месяца, и уже вроде бы все шло так серьезно к будущему бракосочетанию. А потом он передумал. То говорит, я за три дня узнал о ней больше, чем за три месяца. Я не говорю, что так надо поступать. но я говорю о том, что когда вы поженитесь, вы обязательно достанете друг друга. Но проблема в том, что когда ты достал, ты не знаешь, что делать с тем, что ты достал. мы должны отображать Христа в своей жизни. Вы меня слышите? Взгляни на нас. Живите так, как вы проповедуете. вы будете иметь авторитет в духовном мире. И влияние на верующих и неверующих Господь наш грядет. И смирится народ мой. И будут молиться. Как вам кажется, чего не хватает в вашей церкви? Смирение или молитвы? Или первого и второго? Там, где присутствует смирение, там идеальное взаимоотношение на уровне семьи, церкви и города. Аллилуйя! Слава Иисусу! Следующее, я говорю, уже очень быстро, время закончилось. Что мы можем дать? Мы можем дать только то, что мы имеем. Читаю. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Очень интересное заявление. Вот как-то даже не сочетается с некоторым современным учением. Серебра, золота нет. С деньгами проблема. А вот это, что имею, то я что даю? Послушайте, чтобы двигаться в силе Святого Духа, как они двигались, надо знать свое призвание и свой дар. Использовать его, знать, какое мое призвание, а даров есть очень много, и проповедовать, и служить, и пастыром быть, это дар. И когда есть этот дар, тогда служи. А если нету, тогда просто дай возможность другим служить, или делай то, к чему ты призван. Каждый призван делать свое дело. Смотрите, как ты используешь этот дар, и какой результат. Вот к чему мы должны стремиться. А Петр, он имел этот дар, и он, рискуя, но поднял это хромого. Аллилуйя. Я говорю так, чтобы о ком-то плохо говорить, или кого-то судить, надо о человеке что-то знать, да или нет. Чтобы человека менять, или влиять на человека, надо чем-то обладать. Чтобы указывать на других, достаточно одного пальчика, и говорят, вот она, вот они, вот он. А чтобы поднять, надо приложиться на всю руку. Наше призвание подымать. Наше призвание спасать. Наше призвание служить. Поэтому он говорит, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Мне это так нравится, братья и сестры. Знаете, вот мне понравилось в вашей церкви, мы пели один псалом, если вы еще помните, а церковь встала. Вот скажите, разве трудно встать? Не трудно. А некоторые не встают. То есть, что бы ни происходило в церкви, никакой реакции, никакой поддержки, никакого участия. Пришло время подняться от равнодушия, подняться и прийти на помощь другим, подняться от лени, подняться от греха, подняться, встань и ходи. Аллилуйя. У вас есть такие люди в церкви, которые обделены вниманием или заботой, о ком как бы, как проходят стороной. Есть такие люди в церкви? Если вы чувствуете вот себя таким как бы обделенным и ждете, когда вас заметят, подойду к вам, у меня есть секрет и помощь для вас. Если вы все это испытываете, не ждите, когда к вам подойдут. Попробуйте подойти к другим. Это только хромые люди, люди больные духовно, они ждут, что к ним подойдут духовные младенцы, внимание окажут. А те, которые уже поднялись, они не ждут, они дают. Мы получаем что-либо от Бога, чтобы это не остановилось на тебе, но чтобы оно протекало к другим. Я воздохновляю так жить. Следующее. Служите в церкви и будьте благодарны. Через служение вы будете строить отношения. И взял ее за руку, подал, и вдруг укрепились ее ступни и колени. И вдруг он получил полное исцеление. Итак, как мы можем жить в силе Святого Духа? Первое. Это молитва. Второе. Это отображение Христа в моей жизни, мое смирение. Третье. Я делюсь тем, что я имею с другими. И я служу тем, кто в нужде. Четвертое. Я иду в храм. Я иду в церковь. Я ищу общения. И если у человека нормальное общение с Богом, он будет бежать к людям. И я иду в церковь, чтобы служить. Войдите в храм. И встал, и начал ходить. Вошел с ними в храм, ходя, скачая и хваля Бога. Какое это благословение, братья и сестры? Все то, что вы здесь видите, это сделал Бог из пользы Петра и Иоанна. И вот смотрите, какой результат. И как исцеленный Хрома не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним притвор, называемый Соломоном. То есть, другими словами, вот это действие привлекло толпу. Еще раз, молитва, молитвенный час, молитвенная комната, молитвенная жизнь. Второй момент. Мое смирение. Послушайте, Библия говорит, если падшее зерно в землю не умрет, то будет одно. А если умрет, то принесет много плода. Умножение придет многократное. Церковь расширится и вглубь, и вшир. Если люди, посещающие церковь, будут смиренны. Если люди, посещающие церковь, они не только умерли для греха и для мира, но для себя умерли. Вот здесь начинается новая жизнь. Вот здесь прославляется Христос. Зерно, если не умрет, только после смерти зарождается новая жизнь. Часто нам просто самого себя так жалко, что мы не в состоянии выполнить это призвание. Но, Боже, помоги нам так жить. Дальше, смотрите, когда он ее поднял, он вошел в храм и собралась толпа народу, видя то, что произошло на их глазах. то есть правильный подход к служению, мое жертвенное, посвященное служение. Люди будут бежать в церковь. Люди будут спрашивать у таковых людей, в какую ты церковь ходишь. Можно и я туда приду, если это будет в нашей жизни. А потом, послушайте, когда собралась большая аудитория, у меня вопрос к вам. Они собирались, куда шли Петр и Иоанн, кто помнит? Куда шли? На молитву? Да или нет? Почему, когда собралась толпа, почему они не молились? Почему он начал проповедовать? Потому что люди собрались. Когда действует Святой Дух, послушайте, будьте готовы к переменам и дайте место Святому Духу. Да у нас есть план, но есть Дух Святой. Мне это очень нравится. Приехал я на Украину в этом году. Я был два раза в прошлой году. И последний раз я был за 10 дней до Майдана в ноябре месяце. Мы с симфоническим оркестром 50 человек проехали в 8 областей Украины. Это молодежь прекрасно играющая. Собирались полные дома культуры. Это время было чудесным. И я приехал в одну небольшую церковь в деревню. Говорю, у вас есть сегодня какое-то собрание? Она молитвенно есть. Я говорю, слава Богу, мы приедем. Оно на вечер, а мы приехали к обеду. И приехал в эту деревню, я всех послал, говорю, иди ты в этом направлении, ты в этом, и приглашайте всех в этот дом. И к вечеру, когда мы собрали, неверующих собралось больше, нежели верующих. В доме. И я только пришел и сказал, все скамейки, стулья выносите на улицу. Сегодня мы будем проповедовать, неверующие. Они говорят, а как молитва? Я говорю, а когда неверующих не будет, будете молиться. А раз люди пришли, то надо проповедовать. Иван Илья. Это было потрясающее служение. Это то, что Бог делает в наши дни. Мы должны быть открыты к Духу Святому, к переменам. Мне это лично очень нравится. И если Дух Святой ведет тебя так, то ты не стесняйся во имя Иисуса. Я говорю, я помню такие собрания, когда идет собрание, а человек вышел среди собрания, нарушая все нормы. Я говорю, пришел и встал на коле. Я говорю, что вы хотите? Я говорю, что хочу покаяться. Никто не призывал. Но Дух Святой ее позвал. Аллилуйя. Сейчас мы будем молиться, друзья мои. И я хочу последнюю мысль мою сказать. И мы пламенно, горячо будем молиться. Что произошло сейчас в вашей церкви или в городе? Вот эти хористы сейчас, они построятся, будут петь. Но я путешествую по вашему городу вот заметил много диких гусей. Вы видели их? Я понял, что они уже прилетели к вам. Зима закончилась. Но не это моя главная мысль. Главная моя смысл в том, какой мы можем урок взять для себя, наблюдая за их жизнью. Послушайте меня. Вот когда дикие гуси летят, они летят клином. Вы видели когда-нибудь? И это не для того, чтобы красиво было. Посмотрите, как красиво мы летим. Когда они летят клином, послушайте, они 70% добавляют мощности. 70%. еще раз, 70%. То есть летят быстрее и легче. Бог дал им разума. Достаточно, чтобы перелететь из юга или из севера на юге, и наоборот. У них есть цель, они летят в теплые края. И вот послушайте, если какой-то дикий гусь, он выбивается из клина, он встречает такое сопротивление ветра и такую тяжесть, что у него только два выбора. Или побыстрее вернуться в клин, или он безнадежно потеряется, возможно, даже навсегда. Служение Богу, оно должно быть стройным. Построение серьезное. Я помню такое собрание, братья и сестры, когда вы все молились, и вдруг начали все петь духом. И во время пения духом был пророческий голос, так будет шествие народа моего. И я верю, что Церковь Христова, она будет встречать Иисуса с песней. Шествие будет стройным, пение будет торжественным, это будет пение победителей. Аллилуйя! Слава Иисусу! А сегодня мы должны просто держаться это построение. Поэтому любой человек, послушайте меня, который удаляется от Бога, удаляется от Церкви, он подбирает свою жизнь опасности, он встречает невероятное сопротивление и атаки дьявола и врага. Наша сила, братья и сестры, в единстве. Пока мы едины, мы непобедимы. И вот сегодня над вашим городом проносится вот этот клич, журавля или диких гусяй. И они как бы приглашают всех вас, всю Церковь, присоединяйтесь. Помните, я говорю вначале, нам всем хочется встретиться в небе, помните или нет? Вам тоже хочется? Вы хотели бы, чтобы все оказались на небе или желательно, чтобы кое-кто туда не попал? Как? Как вам хочется? Желательно, чтобы все присоединяйтесь. Еще послушайте важную истину, она состоит в том, что когда вот эти гуси летят, они курлычут. Другими словами, знаете, что они делают? Они говорят, держись, Валя, держись, Петя, мы долетим, у нас есть цель, впереди нас всех ожидает Христос. Вот они сегодня свои пения как бы курлычут, это голос горлицы, голос Святого Духа, поднимайся над суетою, поднимайся над неверием, почему поднимайся, потому что утомляются юноши и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, они поднимут крылья, Аллилуйя, слава Богу, они зовут, они курлычут, так должна жить церковь Христова, братья и сестры, каждый помогает ближнему своему и брату говорит, что крепись, когда тот гусь, который впереди, он устает, послушайте меня, то есть такое, что его меняют ведущего, а в основном он сам становится подальше, а кто-то становится на его место и нагрузку берет на себя и весь караван движется, так должна жить церковь Христова, если какой-то гусь ранен или он заболел, послушайте, не в состоянии лететь, тогда два других гуся опускаются с ним на землю и остаются ровно столько, пока этот выздоровеет или же умрет, так должна жить церковь Христова. Полтора года назад было первое крещение на Кубе, мы приехали через полтора года, практически у них нету наставников, сестры две, которые первые уверовали, они пытаются их учить, посещать, вдохновлять и те группы, которые приезжают на короткое время. И вот мы приехали через полтора года, и я им сказал, когда мы были первый раз в одном из собраний евангизационных, Бог поднимает одну кубинку, и было пророческое слово. Эту работу на Кубе начал Бог, ее никто не остановит. И я сказал этим людям через полтора года, мы приехали, это как впервые над Кубой пронесся вот этот журавлиная стая. Но сейчас прошло полтора года, может быть, кто-то из вас ослабел, надломился, опустил крылья, мы здесь снова, чтобы служить и ободрить вас. Братья мои, половина из них вышла вперед, они рыдали, они просто рыдали, потому что они уже за это время прошли какую-то борьбу, какое-то испытание, они говорят, мы же пришли к вам на первую встречу, потому что нам не хватало общения, а потом говорят, когда мы начали общаться плотно, поняли, что мы еще колючие, чем ближе прижимаешься, тем больно становится, и думаешь или оставить, или продолжать. Братья и сестры, мы призваны для общения, правда или нет, но иногда мы тоже бываем колючими, если кто-то из вас изранен, ослабел, потерялся вере, сегодня ваш день, хор будет петь, псалом, а вы во время пения, если вы что-то услышали для себя, вы можете пройти вперед к алтарю, и братья будут молиться о вас. Мы хотим молиться о тех, кто потерял надежду, чьи крылья сложены, кто не чувствует вот этого полета в силе Святого Духа. Мы хотим молиться за тех, кто готов объявить, обновить свое посвящение, кто готов сказать, я пойду туда, куда, призывает мой Бог. Мы готовы молиться о тех, кто еще чувствует колючки на себе от других и страдает от обиды или же сам чуть-чуть колючий. Мы готовы молиться, чтобы Бог изменил и сердце, и жизнь. Он присутствует здесь. И будет это делать только тот, кто это услышал. Да будет имя Бога благословенно. Аминь. Аминь.